Что нам стоит дом построить, а потом снести? Вопрос о сносе этой четырехэтажки подняла прокуратура и с соответствующим иском обратилась в суд. Микрорайон Восточный в Чигирях возводят без разрешения на строительство, а значит качество и безопасность строения никто не контролирует. Застройщик фирма «Стройтехинвест-21» хочет построить здесь семь домов. Предполагается, что первый к концу года будет готов. Нас пытались ввести в заблуждение, сказав, что администрация Чигиринского сельсовета выдала разрешение на строительство. Пока мы это выясняли, оказалось, что это неправда. Мы, конечно, хотели, чтобы все было законно. Мы думали, что они все-таки донесут документы, и мы поэтапно выдадим им разрешение на строительство. Но этого не происходит. За строительство без разрешения компании грозит штраф от полумиллиона до миллиона рублей. Дело об административном правонарушении прокуратура уже возбудила. Кроме прокуратуры, фирмой «Стройтехинвест-21» заинтересовалась полиция. По факту привлечения незаконных денежных средств для участия в строительстве на сегодняшний день Управление внутренних дел по Амурской области проводится доследственная проверка. Именно в части совершения преступления предусмотрено статьей 159 – мошенничество. Инвестирует строительство микрорайона «Восточный» и «Дальневосточная» финансовая компания. Мы позвонили туда, как покупатели, и выяснили, квартиры и гостинки в этом доме бронируются за деньги. Стоимость квадратного метра – до 37,5 тысяч рублей в зависимости от этажа. Мы заключаем предварительный договор купли-продаж. Вы заключаете с нами его. Вносите залог 200 тысяч за гостинку, а за 1,5 тысяч рублей. В декабре месяце, когда дом уже будет дан в эксплуатацию, мы подпишиваем договор купли-продажи, и вы платите 100% за факт. У вас их раскупают, эти квартиры? У вас их раскупают, цена такая, достаточно низкая. Застать руководителей компании «Стройтехинвест-21» на стройке нам не удалось. По информации администрации блока района, стройка незаконная. Я не в курсе. Вот телефон, обращайтесь. Власти у нас говорят, почему именно сейчас они говорят власти, когда заканчивается последний этаж. А почему не сказали, когда котлован начинался. Комментировать ситуацию в строительной фирме отказались. Мы хотим получить комментарий от руководства компании. На каком основании ведется строительство, если нет разрешения на строительство. Как покупатели мы обращались, и нам сказали, что можно вносить деньги. Мы не комментируем. До свидания. Получить разрешающие документы «Стройтехинвест-21» скорее всего так и не удастся, потому что участок, где строятся дома, попадает в зону затопления. Неподалеку Чигиринское водохранилище. На участке есть оросительная система, и он состоит на госучете милиарированных земель. Снежные, дождливые годы, а также в случае аварии на Чигиринском водохранилище, район застройки без дамбы или подпорной стенки будет затоплен, уверены специалисты. Именно поэтому в выдаче градостроительного плана фирме было отказано. А без такого плана не дадут разрешения на строительство, чтобы не повторилась история с обманутыми дольщиками. Наталья Храмова, Евгения Налабордин, Василий Пронькин. Альфа. Новости.